здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал оставляйте свои комментарии подписывайтесь на мой канал а также оставляйте мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны мне уже не первый раз поступает просьба сделать расклад на влада листьева на владислава листьева владислав листьев родился 10 05 1956 года убит был влад 1 марта 1995 году я это очень хорошо прекрасно помню не буквально незадолго до своей смерти он был назначен генеральным директором общественного телеканала первого телеканала что я посмотрю естественно что волнует многих кто убил влада листьева я однозначно говорю фамилии я не назову потому что фамилии мне карты таро не говорят но будет какая-то информация которая возможно вот тех людей которые наблюдают за этой истории может быть как-то наблюдают за развитием этой истории как находится в теме они поймут о чем идет речь первое что я буду смотреть было ли это убийство связано с рекламой и было ли это убийство связано с его должностью буду так если вам понадобится индивидуальная консультация под данным видео будет находиться номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап влад листьев я надеюсь карты мне помогут было ли это как-то связано с рекламой возможно это было убийство связано с его должностью пусть мне подскажут карты пусть мне карты помогут и какая у меня еще пойдет информация о заказчиков и о преступников кто заказал кто совершил это преступление так если мне понадобится дополнение я посмотрю значит смотрите что интересно картина вырисовывается конечно вот то что я вижу на данный момент прям вот что касается было ли это связано как-то с рекламой в любом случае это касалось его профессиональной деятельности это однозначно а также с его должностью по восьмерке мечей это что вот он ввел мораторий на рекламу а вот что касается то есть запрет это карта запрета но это не было как-то связано с его именно как раз таки именно как раз таки с рекламой здесь идет скорее всего речь о его профессионализме у его профессиональных качествах о его потенциале он очень был талантлив он очень был творческий человек у него был то под свой подход к делу у него было много планов и здесь вот я знаете в этой в этой позиции что вижу рокировка вот просто идет какая-то рокировка дальше у меня какая идет информация посмотрите здесь на карте изображен генерал который бежит с поля боя так вот генерал не намерен принимать поражение но он убегает с поля боя чтобы сохранить себе жизнь война которую не начал война которую начал не листьев и в этой войне его решили отдать на сиденья на съедение врагу влад оказался владислав листьев оказался заложником этой ситуации и тот человек который это совершил у него есть комплекс наполеона он маленький но он генерал все равно и он пытается себе придать значимость это генералы бросившие своих солдат на войне сам по себе он мародер он только пытается наживиться на войне дальше вот знаете в этой карте еще есть здесь идет обесценивание владислава листьева как человека как личность он не может убежать от этой травмирующей ситуации он не был готов убежать и здесь идет речь знаете здесь опять как говорят одним выстрелом убили двух зайцев и убив владислава листьева они получили огромную выгоду по карте правосудия я могу однозначно сказать это связано с грязными какими-то секретными делами этих людей они его стали бояться эти люди стоят на особом положении им законы не страшны и смерть тому кто впадет к ним в немилость владислав владел какой-то информации возможно впоследствии эту информацию он хотел обнародовать потому что он занял большой пост я здесь не вижу что речь идет о о рекламе нет 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 здесь здесь что то что даже может быть лишь лежать на поверхности но на это не обращают внимание и вот в этой позиции конечно же владислав отверженный те люди которые до сих пор эту историю знают я знаете так могу сказать люди знают кто его убрал и все знают они не хотят это официально говорить об этом он оказался отвергнутым он оказался один против всех и он сам себе загнал в эту ловушку он был слишком принципиальным от него что требовали полного подчинения полного подчинения полностью владислав погрузился в свою работу и это привело к внутреннему выгоранию он он знал он чувствовал что его могут убрать и он знал за что его уберут и близкие его друзья тоже знают но никто об этом на камеру не будет говорить здесь идет также слияние каких-то бизнес-проектов и вот слияние вот этого бизнеса его положение полностью зависит от также от партнера смерть сама по себе карта смерти видите на карте смерти она идет беременная но она давит своего ребенка который уже родился этот ребенок плачет но смерть его раздавила а незаменимых нету как раз таки найдутся люди которые будут более изговорчивые которые будут служить власти которые будут угодны власти и владислав был слишком принципиальный он был профессионал своего дела он не хотел стоять на коленях у тех людей которые нарушают законы и не просто здесь еще речь касается это было что-то связано с экологией и с химикатами с какой-то катастрофой я не знаю что это но вот в этом вот направлении нужно искать нить откуда дует ветер и какую информацию что это было связано все равно что-то возможно у владислава были какие-то документы на руках но могу сказать так это сделали люди военные это не сделали люди штатские это сделали военные люди которые до сих пор стоят у власти я также могу вам сказать что вот я посмотрела его число фатун здесь знаете как вот если бы он выбрал ту позицию которую ему предлагали он бы остался жив но он пошел на понимаете человек принципиальным у него было глубокое эмоциональное переживание и он стоял как будто на развилке дорог и для него выбор шел как испытание есть причина есть следствие могу однозначно сказать в этом преступлении замешано шесть человек трое были исполнители раскроет ли это преступление когда-нибудь мы узнаем имена людей которые которые конкретно замешаны в этом преступлении одни мечевые карты правосудие восторжествует вы знаете опять-таки есть люди которые очень боятся это обнародовать одни мечевые карты могу так сказать когда будет смена полностью власти вы знаете это вы знаете как как когда-то в 90-х мы заснули в одной стране проснулись в другой стране здесь то же самое когда полностью будет смена власти когда все совсем поменяется тогда будет дозировано по капле идти эта информация и по итогу конечно знаете я могу так сказать примерно через пять через девять лет люди смогут узнать кто кто замешан в этих преступлениях еще могу сказать не только преступления Влада Листьева будут раскрыты будут раскрыты еще громких три преступления которые являются на данный момент висяками я не знаю что это за преступления если вам к данному раскладу есть что-то добавить может быть вы что-то хотите прокомментировать и у вас какая-то есть дополнительная информация напишите пожалуйста берегите себя всего вам доброго